Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский и очередная посылочка из Китая с новых торговых точек. На сегодняшний день у нас распаковка посылочки с newfrog.com, то есть newfrog.com и эта интернет-площадка, так же как и предыдущая DD4.com является альтернативой Алиэкспресс, которая очень быстро набирает обороты. То есть как обычно, бесплатная доставка, хорошая цена и хорошая упаковка сравнительно, ну и плюс срок доставки 2 недели оказался, то есть это очень хорошо. По поводу упаковки, да, по поводу упаковки, пакет чистый, но нет пупырки, то есть пупырочку можно было бы хотя бы немножко положить. И здесь у нас находится новый браслет, то есть новинка какая-то там, U9, умный браслет, то есть смотрите как он упакован. Интересная упаковка на самом деле, я на ощупь сначала подумал, что как Xiaomi, но здесь у нас что-то новенькое. И прислали мне гламурный розовый цвет, ну в Китае, наверное, розовый цвет очень ценится. Смотрим, все на китайском, на английском есть хоть что-нибудь? Есть инструкция на английском, программа, которую нужно скачать и давайте будем добираться до него. То есть по поводу Xiaomi Mi Band 2 он, конечно же, будет, но я не успеваю, честно. Все, внутри больше ничего нет, то есть это все, это все, бумажка и браслет, самостоятельное устройство. То есть Mi Band будет, но у меня нету немножечко времени с этим Mi Band, потому что, ну в общем в Китае он будет, определенно он будет. Смотрим, интересная реализация, то есть экран такой с олеофобкой, то есть олеофобное покрытие, не скользящее. И давайте посмотрим, то есть такой браслетик достаточно-таки тугой, USB, то есть смотрим, очень туго, боюсь сломать. Вот так, то есть здесь у нас USB, зарядное устройство, оно и можно подключить к компьютеру, там по-моему данные синхронизировать какие-то с компьютера. Так, этот ремешок у нас остается. И как его включить? А, здесь одна кнопочка. Зажимаем. То есть он написал Welcome и загорелось, что он заряжается. То есть там даже проценты видно, насколько он будет заряжаться. Так что ждем. Приложение, оно требует установить, давайте поглядим, что у нас может приложение вообще, как оно выглядит. То есть оно требует много разрешения, SMS, GPS и все тому подобное. Открыть. Выглядит ярко, требуется зарегистрироваться. Ну, давайте зарегистрируемся. Mobile Phone, никнейм, пароль. Что ж, введем. Здесь нам потребуется ввести наш вес, рост, день рождения и email зачем-то. Ну что ж, давайте. Все, вот мы подключились и видим, приложение достаточно-таки интересное. То есть здесь можно выбрать имя устройства, настройки, какие-то магазины, шаги, сколько пройдено, сколько сожжено калорий. Спорт, сон, история, настройки. То есть, пожалуйста. Все работает, смотрите, реально плавно, интересно. Плюс можно своими результатами поделиться. То есть через ВКонтакт, Инстаграм. Это круто на самом деле. Switch to sleep. То есть можно переключить, видимо, режим бодрствования, режим сна. В конструкции у данного браслета не только шагомер и прочее. У него есть будильник. Можно на нем установить дату, пользоваться им как часы. У него есть управление камерой и функция найти телефон, если он неизвестно, где у вас находится. Плюс уведомление о дистанции. То есть, типа, вы отходите от телефона подальше и, допустим, теряется связь, то у вас будет на руке вибрация. То есть очень неплохо. Называется Smart Wryslet. Wryslet. Bluetooth Watch International. Очень интересно пока что. Итак, зарядился наш браслетик. Ради интереса уже включил, посмотрел. В общем, включается удержанием левой клавиши. Пишет Welcome. И самое интересное, что вот эта вот надпись, она как будто бы голографическая. То есть за счет дисплея мы получаем изображение, отражающееся на стороне стекла. Очень интересное решение. Естественно, дата, коннектик. Видите, Meizu Pro 5. Кому приконнектился, пишет. Телефон сразу же его видит. Посылает какие-то запросы. Можно, то есть, настройки на SMS, на звонки отвечать и тому подобное. Здесь включаются настройки правой кнопкой. То есть, и для того, чтобы их переключить, нужно зажать кнопочку. То есть, не вот так вот, типа, выбирать. Зажимаем. Зажимаем. И если хотим выбрать, то уже одиночное нажатие. То есть, допустим, запустить какую? Фронтальную камеру. Загрузка. Пожалуйста. На телефоне включилась фронталочка. Вот они мы. Можно сделать съемок. Сфоточку. Чпыньк. Чпыньк. То есть, пожалуйста. С этим проблем нет. Едем дальше по функциям. То есть, органайзер. Bluetooth. Можно открыть настройки Bluetooth. Посмотреть Bluetooth Syncs. Bluetooth Settings. Можно включить напряжение. Выключить напряжение. Найти новое устройство через сам этот браслет. Будильники. Установить дату. Время. Дистанция. Типа, как отойти. Книга. Монитор сна. То есть, можно посмотреть Sleep Switch или Sleep Monitoring. Прямо с самого устройства. Оно будет показывать, как вы спали. То есть, 0 часов, 0 минут. Очень круто. С самого устройства можно посмотреть. Шагомер, опять-таки. Найти телефон. Грязно ругается по-китайски. Остановить. В общем, на самом деле, очень интересная фича. Смотрите, вот он сразу же блокируется через несколько секунд. И, допустим, вы его надели на руку. Захотели посмотреть время. Нажали одну кнопочку. Посмотрели время, дату. Нажали другую кнопочку. Посмотрели, сколько вы шагов прошли. Посмотрели что-нибудь еще там, допустим. То есть, пожалуйста, сколько вы километров. Сколько дистанция по времени. Вообще. На самом деле, очень интересное устройство. И очень удобно. То, что не нужно никаких переходников. То, что действительно здесь все в одной вот этой вот рукоятке спрятано. И, ну, реально очень прикольно. Честно, вот мне бы другой ремешок. Я бы с ним погонял. А так, ну, я подозреваю, что ремешки можно поменять каким-то образом. Давайте снимем эту часть. Если это возможно. Хотя там все на клею. Ну, да ладно. С вами был Александр Мордынский. И браслет, умные часы, детектор фас. Сна, будильник, шагомер. Все в одном. Полезная вещь с интернет-магазина NewFrog. То есть, ссылочки я оставлю в описании. Всем удачи. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. И не забываем про Инстаграм. Теперь уж точно. Всем пакеда. Всем розовых браслетов, чуваки. Давайте будем по-хипстерски одеваться. Там мода не мода. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.